Привет, девчонки! С вами снова я, Наталья. И сегодня моё видео будет посвящено моему первому заказу в компании Фаберлик, то есть моему знакомству с компанией Фаберлик. Кому интересно это видео, оставайтесь со мной, приятного аппетита! Первое, что я хочу вам показать, это я заказала вот таких вот два средства для кожи вокруг глаз. Первое средство это три ролл гель от отёков и от тёмных кругов. И второй невидимый консилер для век, который больше я предназначила как база под макияж. Что хочу сказать по поводу вот этого три ролл геля. Хорошего ничего не могу сказать, он мне абсолютно не понравился, он ничего не делает, я никакого эффекта от него не увидела. Вот так вот он выглядит. Пользовалась я им неделю, может быть это конечно маловато, но я не вижу вообще никакого результата, никакого эффекта от него. И поэтому никаких рекомендаций, никаких советов, и уж тем более никаких советов по поводу купить обязательно я давать не буду. И сама себе больше приобретать такой продукт не буду. Про второй продукт, который невидимый консилер. Вот здесь я как раз таки буду петь сейчас ОД Реферамбы на эту тему. Вещь вообще необыкновенная, я очень довольна, что я её приобрела. Теперь это мой мастхэв. Думаю, что пока в ближайшем будущем этот продукт будет в моей косметичке, и когда он закончится, наверняка приобрету новый. Но если конечно не появится что-то на нашем рынке, что-то ещё лучшее. Значит чем он мне понравился? Во-первых, наносится на кожу очень мягко, очень мягкий. Его действительно он невесомый. Он очень хорошо распределяется на вот этой области. Я его наносила как на нижнюю часть век, так и на верхнюю часть век. Он прекрасно служит как база для теней. Но мне больше нравится именно вот эта вот часть, потому что он очень хорошо, скорее всего увлажняет кожу, потому что такое ощущение очень приятное. И великолепно на него ложится любой мой консилер-корректор. Любой, какой я не пробовала. Я его тестирую уже больше двух недель. И пробую всякие разные корректоры, консилеры на него положить. Держатся все практически целый день. Не скатываются. Ну вот мне ощущение очень понравилось. Единственное, к концу дня немножечко там в какую-то складочку может уже там собраться мой корректор. Я просто беру вот так вот пальцем, разглаживаю, прибиваю и всё на месте. Если, конечно, какое-то мероприятие, вам нужно всего-навсего просто припудриться. Но ничего подкрашивать и ничего подмазывать вам не понадобится. Поэтому, у кого есть возможность, я как бы вам очень рекомендую. Действительно классная вещь. Это Фаберлик Эксперт невидимый консилер для век. Коробочка выглядит вот так. Очень рекомендую, девчонки. Вещь классная, вообще необыкновенная. Следующие мои покупки в этой компании, это были вот такой набор лаков. Но я, собственно говоря, этот набор брала не себе, а своей дочери. Потому что тут вот такие вот ядерные цвета. По поводу их, что хочу сказать. Ну, конечно, моя дочь не стирает, не убирает, не гладит. И ничего, в общем-то, по дому пока не делает. Но держатся эти лаки, ну, видимо, не очень хорошо, но и не очень быстро откалывают. То есть, они не откалываются. Но я смотрю, что у нее уже вот кончики ноготочков уже немножечко потеряли лак. И как бы, ну, вроде бы ничего. Но и с другой стороны, особой стойкостью этот лак не отличается. По поводу нанесения, я бы сказала, что он немножечко прозрачный. Он не сильно такой плотной текстуры. И одного слоя нанесения этого лака будет недостаточно. Ну, а так, в общем-то, ну, в принципе, лак и лак, ну, как бы лак. Следующее мое приобретение из этой компании, это вот такие вот два продукта. Это стоп-морщинам и корректор глубоких морщин. Почему взяла? Потому что я сейчас очень активно стала бороться со своими синяками вокруг глаз. И с вот этими вот морщинами на лбу и носогубными складками. Сейчас лето, мезотерапию проводить нельзя, пилинги проводить нельзя. Солнце шпарит вообще невыносимо. И кожа, конечно, теряет влагу и морщины начинают выходить, ну, собственно говоря, наружу. Решила попробовать вот этот концентрат и сыворотку. Выглядят они оба вот в таких они шприцах. Так, оба. Один я наношу вечером, второй я наношу утром. То есть, вот корректор глубоких морщин я наношу утром под макияж. А стоп-морщинам я наношу вечером на ночь. Написано, что вот конкретно стоп-морщинам он мгновенно блокирует мышечные сокращения, останавливает формирование мимических морщин, разглаживает кожу, делая ее более гладкой. Делаю пока я эту процедуру всего-навсего 4 дня, но хочу сказать, что мне комплекс нравится. Я посмотрю, что будет потом, ну, после 30-дневного курса, как они рекомендуют. Но мне уже нравится результат. Я результат уже вижу. Он, конечно, не сильный, еще не явный, но я действительно его вижу. И мне пока результат нравится. И буду продолжать пользоваться дальше этим комплексом. И следующий продукт, который я заказала, это вот такой восстанавливающий ночной крем. Активная профилактика увядания кожи и борьба с первыми морщинками. Пишут, что это глубоко увлажняющий крем с уникальным пепкидным комплексом и гиалуроновой кислоты. Захщает кожу от обезвоживания, продлевая ее молодость. Крем, в общем-то, собственно говоря, неплохой. Ничего плохого пока про него сказать не могу. Действительно впитывается очень хорошо. Не оставляет никакого жирного блеска. Не оставляет никаких жирных следов. Запах у него, знаете, запах у него какой-то вот нашей советской косметики. То есть, дорогие хорошие крема, там, Шанель, Диор, они вот идут все с какими-то отдушками. Этот очень мне напоминает наши вот эти обычные крема, типа, там, огуречный, морковный, там, вот, Невская косметика. То есть, запах очень похожий. Ну, пока какого-то великого результата я не замечаю, но наношу я его как раз-таки, вот, после стоп-морщин я наношу вот этот вот крем. Ну, пока мне очень нравится. И если будут какие-то большие результаты, я вам обязательно о них сообщу, обязательно расскажу. И, ну, в общем-то, в принципе, кремик мне очень понравился. И последняя покупка из компании Фаберлик. Это я все-таки в очередной раз решила приобрести вот такой вот бибикрем. Почему я купила этот бибикрем? Я вам уже показывала свои бибикрема, какие они у меня есть, но ни один из них не предназначен для жирной кожи. Здесь, когда я выбирала по каталогу, увидела этот бибикрем, у него стоимость не очень большая, но он именно для жирной комбинированной кожи. Решила попробовать. Тоже он имеет SPF, небольшой, правда, 15. Ну, что хочу сказать. В общем-то, очень даже неплохой. Единственный момент, он одного цвета. То есть, выбор цвета у него отсутствует. Он такой, как бы, знаете, вот на загорелую кожу. Видите, он вот такого вот цвета. Хотя наносится он на кожу, он становится немножечко светлее. Он как вот такой кремовой текстуры. Ну, вот так вот он выглядит. Но он действительно мотив. Увлажняет лицо и впечатление от этого бибикрема у меня очень приятное. Очень даже могу вам его посоветовать, порекомендовать. Стоимость этого бибикрема что-то там в районе 300 рублей. Но, собственно говоря, можно побаловаться, поиграться. И сделать выводы, нравится он вам или нет. Единственное, вот единственное оно, что он одного цвета. Итак, это были все продукты, которые я приобрела в компании Faberlic. Была очень рада, если мое мнение было вам чем-то полезным. Обязательно ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Буду рада новым подписчикам. И жду вас в следующих своих видео. До новых встреч. Пока-пока.